Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр. И сегодня мы с вами продолжаем проходить игру под названием Stick for Legacy. Вроде бы как большинству она понравилась, поэтому на моём канале будет полное прохождение. Да, теперь я буду проходить стараться все игры, которые начинаю от начала и до конца, потому что забрасывать это как-то не камильфо, мне и самому это надоело. Почему я сказал большинству? Ну, наверное, потому что всем не угодишь в любом случае. Кому-то одна игра нравится, кому-то она не нравится. Перед всеми мил не будешь, такова жизнь. И если вы хотите, чтобы следующая серия по этой игре вышла как можно скорее, не забывайте ставить лайк, и я всё, как обычно, для этого сделаю. И знаете, ещё вот что, друзья, я хотел сказать. Вчера после Катафона меня многие стали просить устроить Стикофон, но я не знаю, какую игру можно выбрать из серии Стикменов. Например, эту смысла проходить везде нету, потому что она короткая, и тут осталось буквально несколько уровней. Какую-нибудь другую игру про Стикменов? Ну, я не знаю, на примете у меня ничего нету. И вообще не обязательно устраивать марафон про Стикменов. Можно устроить марафон по какой-нибудь другой крутой игре, которая будет всем нравиться, которую будут все смотреть. Потому что устраивать такую длинную серию видео по какой-нибудь игре, которая далеко не всем нравится, это было бы глупо, и, в общем-то, марафон бы прошёл неудачно. Вот Катафон прошёл действительно замечательно. Мне понравилось его проводить. Была офигенная отдача от вас. Вас большинство смотрело, было много лайков. Меня вы зарядили просто эмоциями и энергией ещё на долгие-долгие годы вперёд, чтобы я мог пилить ещё очень-очень много видео. Ладно, что-то я заболтался. В общем, пишите какие-нибудь крутые игры в комментариях, какие можно поиграть, и, в общем-то, по какой игре можно устроить марафон. Ну, а мы начинаем. Ай, блин, опять поторопился и забыл вкачать, вкачать прокачки. Ну, как же так? Ладно, мы и без прокачек, в целом, я думаю, справимся. Хотя, подождите, ведь можно выйти, выйти, да, да, да. Пока битва не началась, я что-нибудь, друзья, в оружейной прокачаю. Хух, и, наверное, стоит сразу прокачать гиганта. После прокачки у него в два раза, ну, не в два раза, на 30%, на треть увеличится здоровье. Ну, после прокачки, в общем-то, практически в два раза получается, да, когда я два раза прокачал, и он еще увеличивается в размерах, и теперь у меня должна получиться очень бессмертная армия. Очень бессмертная, такое разве бывает? Ну, у меня бывает очень бессмертная. Хорошо, что я подразумеваю? Смотрите, впереди идет гигант, против которого никто ничего не может сделать, а позади него целая орава лучников, и в итоге получается бригада, ну, просто мечты. Такс, засада. Ваша армия была атакована аборигенами, и подкрепление прибудет на закате. Продержитесь до подкрепления. Опять аборигены. Мы же с аборигенами вроде бы уже сражались. Почему этот отряд аборигенов не появился? Почему на него сразу нельзя посмотреть? Ладно, построим несколько золотодобытчиков. Как всегда, нужно построить их 6 штук. Построил я пока только 3, 4. И потом начну производить свои войска. Мне нужны будут гиганты, поэтому денег нужно действительно очень-очень-очень много. А первые аборигены уже начинают нападать. Хм, так быстро? Ладно, позабочусь о защите своих прав. С помощью лучников. Лучники, по идее, с аборигенами будут запросто справляться. Хотя, возможно, сейчас придется отозвать немного свои войска. Эм, да. Чтобы замковые лучники их обстреляли. Ну, их всего лишь 3 штуки. 3 человека, 3 стикмана. Они быстро погибнут. Он пытался вроде бы как удрать, но и эти пытались... Еще аборигены? Ну, тише, 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 аборигены. Дайте мне немножечко подобывать золото. Я хочу пос... Да ладно, и сразу идет гигант? Хм. Я все делаю, друзья, неправильно. Нужно стартануть сначала. Эх, зачем я трачу все деньги на постройку шахтеров? Непонятно. Мне нужны бойцы и нужны лучники, чтобы можно было первую атаку отбить. Ну, теперь я знаю, как враг действует, и по идее, врасплох он меня не застанет. Врасплох он меня застал в прошлой серии, потому что враги сразу начали нападать, и врасплох меня застают опять. Сегодня. Эх, это очень печально на самом деле, но уровни становятся интереснее, потому что они становятся сложнее. Придется как-то бороться с гигантом, но вот как? Непонятно пока. Давайте у нас будет, наверное, уже 4 обычных мечника, потом я построю несколько лучников и начну снова производить... О, нападают. И начну снова производить шахтеров. Я хочу построить гигантов. Мой гигант наверняка будет мощнее, чем вражеский гигант. Давайте добивайте их. Да, мечники намного жестче, чем аборигены, и это радует, несомненно. Такса гигант пока не идет? Нет, смотрите-ка, уже приближается, но благо у меня есть деньги на лучников, и лучник начинает уже этого гиганта атаковать. Кстати, у гиганта почему-то в этот раз немного здоровья, реально маловато. Но я думаю, мы с ним справимся. Правда, мечники особо не могут его ударить, но есть лучники на этот случай. Давайте, лучники, на вас вся надежда. Эх, а может стоит спрятаться? Пускай немного с ним посражаются замковые ребятки. Пока у меня будут производиться лучники, потому что гигант может немного повалить моих рабочих, а это не в моих интересах. Мне нужны целые здоровые рабочие с хорошим настроением, с хорошим боевым духом, на работу настроенным. Такс. Ну давайте, добивайте его, уже добивайте. Ну в целом, наверное, мои обычные лучники его уже добьют. Да ведь? Плюс у меня один есть мечник, который убил Титана. Ха, офигеть, мечник, тебе можно ставить настоящий памятник. Ты сразил гиганта, это как Давид и Голиаф. Хм, классно. Такс, строим еще двух рабочих. Да, это как раз будет достаточно, а потом начнем уже производить войска. Ага, снова идет гигант. Мне нужны обычные мечники для сдерживания, по идее. Или не понадобится? Не понадобится. Один мечник есть, но он вряд ли сможет противостоять такому большому бойцу по строю Копьеносца. Да, Копьеносец все сделает. Все, отступаем. Оооо! Рабы мои, убегайте, убегайте, убегайте. Нам нужен Копьетон. Копьетон все сделает. Я уверен, Копьетон справится. Куда ты бежишь? Все правильно, 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 правильно. Мои рабочие его отвлекли, пока замковые лучники все сделали. Замечательно. Теперь буду пытаться накопить на гиганта. Если во главе моего войска будет стоять этот амбициозный большой чувак. Почему амбициозный, не знаю. В общем, если он будет стоять во главе моего войска, то никаких проблем не будет. О, обычные аборигены, ну, просто не добегают. Смотрите, это жалкое зрелище. Прямо в прыжке погибают. Здорово. А, это уже победа? Фу, изи. Вы мастер защиты от нападения и засады. Ваш герой империи порядка. Нет, вы герой империи порядка. Но битва еще не закончена. Естественно, не закончена. Нас впереди еще ждет много интересного. Что стоит прокачать? Наверное, снова прокачаю гиганта, он станет еще больше. Ну, просто в два раза теперь точно здоровье увеличено. Так, что еще можно прокачать? Лучники вкачаны. Давайте прокачаем урон замковых лучников. К тому же, я часто ими пользуюсь. Не знаю, почему не прокачал их раньше. Пустыня. И пустыня будет... А, нет, не пустыня. Какие-то ледяные холмы. Я думал, сразу перейдем в пустыню. Так, и что за задание будет здесь? Вы нашли лагерь элитных предводителей врага. Уничтожьте статую элиты. Так, и в чем заключается, собственно говоря, элита? Тут будет очень много копьетонов? Или как? Или что? Главное, чтобы они не начали раньше времени строить гиганта. Я все-таки хочу и сам построить гиганта. Нужно копить полторашку. Как быстро я смогу ее накопить? Ох, посмотрите, какие у них доспехи. Ты что, сразу идешь нападать на меня? Не, сразу не нападает собака. Все-таки ждет. Ты достойный воин. Спасибо тебе. Нужно следить за вражескими войсками, чтобы они не застали меня врасплох. По-любому. И построить несколько своих копьетонов для начала. Либо сразу произвести гиганта. Я даже и не знаю. Но если я построю гиганта, а у врага будет много лучников, получится, что я впустую потратил кучу денег. Оу. Воу. Воу, нападают. Ну давайте, давайте все-таки будем возводить свои войска. Строить. Почему бы и нет? И лучника построим, да. Не хочу терять своих рабочих, поэтому на первый план выходят, в общем-то говоря, мои старые добрые знакомые замковые лучники. Сколько урона они должны нанести по врагу, чтобы враг погиб? Хотя бы одного мы убьем. Еще несколько лучников. Давай. Воу, 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 воу. Получил ты стрелу в голову, но этого недостаточно. Придется вызывать свои нормальные, стандартные войска. Иначе моя статуя будет уничтожена. Нельзя позволить им это сделать. Эх, лучше оббейте рабочих. Все правильно. На рабочих мне по большому счету пока плевать. Ну и в принципе со всеми вражескими войсками мы справились. Правда, больше я не могу себе позволить использовать замковых лучников. Иначе мои рабочие умрут. И моя статуя будет сломана. Нужен еще один капьетон и побольше лучников. Титана я так и не смогу построить. Слишком уж он дорогой. Полторы тысячи. Давайте капьетона. Нападает на меня кто-нибудь? Нет? Оба-на. Они просто пока копят свои войска. Значит, я как раз могу за это время накопить себе на Титана. Почему бы и нет? Вариант, по-моему, хороший. Если я этого не сделаю сейчас, то я буду об этом жалеть до конца своей жизни. И, возможно, проиграю. Потому что враг в любой момент как раз таки может построить Титана. Ну, а пока он строит обычных прокаченных мечников. Но это все ерунда. Лучники тоже у них появились. А у меня появляется Титан. И лучники у меня тоже есть. И в итоге, чья армия сильнее? Моя или врага? Конечно же, моя. Еще лучник прокаченный. Но, знаете, у колчан золотой и у моих лучников. Так что, не беда. Все идет по плану. Такс, ну, наверное, нужно построить еще двух капьетонов. Да, чтобы был полноценный ряд. И потом несколько лучников. Впереди всей армии будет идти предводитель, наш гигант. Позади будет четыре капьетона и две пачки лучников. Это, по-моему, крутая стратегия. Все должно сработать. Такс, денег. Вот так вот. И еще нужно, ну, буквально чуть-чуть. Хорошо. Все, мое войско готово. Осталось подождать, пока появятся лучники. Но лучники производятся быстро. И враг ничего не сможет мне сделать. Да, у них улучшенные капьетоны с золотыми доспехами. Но разве в этом есть какой-то смысл? У меня тоже немного прокаченные капьетоны. Но, мое войско все-таки намного мощнее. Такс, ну же, давайте быстрее производитесь. Маг бы мне еще, наверное, не помешал. Для полного боекомплекта. Да. Появились деньги, построю себе еще одного мага. Такс, ну что. Последний лучник выходит. Становись в шеренгу. И мы отправляемся в бой. Хотя, может, стоит встретить противника, как мы это обычно делаем, когда он будет на меня нападать. Не, смысла в этом нету. Просто идем вперед. Пошли. Эй, Титан! Почему Титан идет позади? Эй, как-то вы совсем неправильно разбрились. Но да ладно. Лучники начинают первые вести огонь. А что вы прячетесь-то? А что вы прячетесь? Что вы испугались? Я не пойду биться с вами, пока вы спрятались. Подлые трусы. Вы подлые, жалкие создания. Ха. Мне вас жаль. А теперь снова в атаку. Хе-хе, обманочка. Лучники просто будут вас расстреливать. Давайте, поехали. Эх, опять прячутся. Они используют мою стратегию. Они хотят спрятаться за защитой замковых лучников. Но им это не поможет. Вряд ли замковые лучники у них прокачаны. И посмотрите, что я буду делать с этим зданием. Внимание, враг позвал подкрепление. О, у них тоже есть Титан. Ну посмотрим, кто кого. Давайте. Это будет интересная битва. Титан, бей Титана вражеского. Не ломай чертовых рабочих. Нам нужно убить Титана и сломать статую. Вот в чем фишка. Давайте построим. Ага, больше не хватает, к сожалению, места для строительства мага. Но битва происходит классная. У врага, кстати, есть маг или нету? У меня маг есть. Маг помогает мне. Бам. Хорошо. Но мы должны. Мы должны эту битву выиграть. Мы пока... Да, да, да. Все-таки это победа. Сражение было очень эпичным. Но мы оказались хитрее. Войско у нас оказалось более обеспеченным. Разными хорошими солдатами. Так, ну что прокачать теперь? Докачаем капьетонов своих. Урон капьетона прокачиваем. Теперь у него тоже золотое копье. Осталось прокачать только шлем. Я готов к последней битве, я думаю. Пустыня. Либо мы перейдем в новый мир, либо эта битва действительно будет последней. Сейчас узнаем. Кстати, давненько мы не получали никаких новых солдат. На этом что ли все? А нет, смотрите-ка. Финальная битва. Финальная битва. Все-таки на этом все. Очень жаль. Пожалуйста, ребят, посоветуйте мне что-нибудь подобное. Я с радостью поиграю. Последний рубеж. Финальная битва. Все ваши враги объединились и хотят уничтожить вас за захват их земель. Они подняли восстание. И я это восстание подавлю. Хе-хе-хе. Жалкие рабы, вы все принадлежите мне. Все ваши земли стали моими. Используйте все технологии, полученные за все время войны. Уничтожьте вражескую статую. Но так как эта битва, друзья, последняя, я, пожалуй, потрачу свои алмазики. У меня их накопилось 200. В общем-то, не знаю, сколько раз нужно было пройти игру, чтобы накопить вот на эти улучшения. Но купим хоть какие-нибудь. Так, это что? Капьетоны метают свои копья и наносят урон удвоенный в течение 20 секунд. Ммм, ну это если я создам войско капьетонов. Хотя они же у меня будут. Это ведь финальная битва. Используем это что? Ваша статуя восстанавливает часть своего здоровья и защищается мощными лазерами. Используем. Сотку стоило. Дорого. Ладно. И прокачаем дочь с лучной стрелой. Все. Последняя битва будет действительно классной. Особенно если статуя моя будет стреляться лазером из глаз. Все будет здорово. У меня есть хоть немного... Эй, у меня нету шахтеров. А нет, есть. Все так же два в начале. Но мне нужно гораздо больше для финальной битвы. А что есть у врага? Оу, а чего у них мешки-то лавовые? Я разве не до конца прокачал своих солдат? Это странно, друзья. Реально странно. Нет, серьезно. Почему так? Кстати, мне нужно построить еще двух шахтеров. Почему они могли прокачаться лучше, чем я? Эй, 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 эй. Сразу нападает какой-то лавовый капьетон. Он выглядит эпично. Но мы его, естественно, убьем. Мы его, естественно, убьем. Давайте, расстреляйте этого товарища. К тому же я прокачал замковых лучников. Оказывается, вражеское войско будет мощнее, чем мое. И это несправедливо. Придется использовать все свои умения, все свои навыки. И фон для финальной битвы очень даже эпичный и подходящий. Оу, 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 оу. Ну не бей ты рабочих моих. Капьетон, давай, капьетон. Дерись с капьетоном. Все правильно. Вот это другое дело. Если вдруг придет большое вражеское войско, то я использую уже улучшенную статую, чтобы она валила лазерами из глаз. Ну я все равно наношу больше урона. Ну не бей ты моего рабочего. Что ты за тварь-то такая? Бей капьетона. Нам нужен еще один рабочий и еще один капьетон. Мы справимся. Эта битва будет за нами, потому что мои капьетоны все-таки мощнее. Смотрите. Не знаю почему, но они сильнее. Такс, еще одного капьетона. Ведь у нас будет апгрейд, который позволяет капьетонам метать копья. Хватит бить моих рабочих в конце-то концов. Это уже ни в какие ворота. Че они творят? Они сумасшедшие. Они просто безумные. Убили капьетона. Как вы посмели? Как вы посмели? Как у вас рука повернулась-то? Собаки поганые. И убиваете моих рабочих? Нужны лучники, друзья. Без лучников здесь никак. Фух, вражеские лучники меня бесят. Нужно их срочно убивать. Все, враг отступает, слава богу. Самую главную волну, самую агрессивную мы отбили, но потеряли двух рабочих Нужно восстановить их и снова, в общем-то, начать строить войска Я, наверное, для этой эпичной битвы построю сразу несколько гигантов Чтоб битва действительно была максимально последней и максимально элитной Но враг тоже, скорее всего, будет использовать гигантов, к тому же каких-нибудь лавовых, мощных гигантов Но и плевать, плевать, у меня уже хватает денег на гиганта и на лучников Что ж, вы снова вторгаетесь на меня, посмотрим кто кого У меня производится гигант, скоро я выпущу его Да опять они убили моего рабочего Ну как же вы посмели, зачем же вы убиваете моих рабочих, подлые лучники, нам нужно больше лучников Эх, а вражеские капьетоны слишком жирные, пробить их, ну, очень сложно Я потерял капьетона? Я потерял капьетона? Это, ребята, я потерял, что ли, двух рабочих? Больше рабочих потерял Чё ж ты не нападаешь, Титан? Надо прогнать вражеских лучников, потому что, ну, это какая-то хрень Строим больше лучников, сразу построю побольше лучников, потом уже буду восстанавливать своих рабочих Печально, да, без лучников никак не получается пройти, ну, а потом уже рабочих Очень много рабочих я теряю после каждой битвы Надо было делать упор не на капьетонов, а как раз-таки на рабочих изначально Это было бы разумно Так, ну что, осмелитесь вы напасть на меня или нет, а? Или вы испугались моего лучно-стрельного войска? Да, стопудово так и есть Я не знаю, стоит ли строить еще гигантов или нет Пожалуй, построю двух капьетонов, чтобы у меня их было четыре Ну, построить, значит, придется трех Вот так вот Да, и... Все на этом И будет три ряда лучников Один ряд капьетонов, гигант и три ряда лучников К тому же я активирую свои бонусы в случае чего И мы посмотрим, на что способен враг и на что способны мои войска И я так и не использовал бонус, чтобы моя статуя стреляла из глаз А мне интересно на него посмотреть, поэтому все же придется использовать Так, и нужно три отряда лучников Все, в очереди все войска необходимые стоят Рабочих производить тоже по большому счету смысла нет И ждем вражеского вторжения, вражеского нападения Чтобы активировать бонусы лазерами из глаз Нападет кто-то? Нет? Давайте, 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 давайте Не ссыте Не ссыте, соберитесь и нападайте Что ж, или они просто видят мое гигантское сногсшибательное войско И не хотят ничего предпринимать, а? Я жду этого нападения, мне реально хочется посмотреть Аааа, вы еще и мага построили Вот так вот значит, да? Вот так значит, хорошо, не вопрос Я тоже построю несколько магов Ну, допустим, штуки три, если хватит денег на это Угу Хотя нет, не хватит на три мага Не хватит на три мага О, нападают, 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 нападают Как-то они быстро передумали А нет, не передумали Что ж, прячемся в крепости Попытаюсь использовать этот бонус, чтобы А Титан спрятаться не может Титан! Убегай! Ладно, используем лазеры из глаз Какое из бонусов это, лазеры из глаз? По-моему, вот это, да? Да! Смотрите! Очень жесткий бонус Реально делает мое войско просто нереально сильным Что ж, а мы идем в атаку Поехали! Строим еще одного Ага, больше не можем, к сожалению, построить волшебников Но мы идем в бой Титан примет на себя весь урон И защитит от магов Поехали! Ну, маги и так сдохнут благодаря лучникам Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Что такое? Вы потеряли все свое войско из-за моей чудо-статуи? Оу, Титан! Ну что, Титан? Ты бесполезен Мои лучники сейчас тебя нашпигуют Как поганую свинью Давайте, лучники, давайте, сделайте так, как я сказал Хорошо Замечательно Блин, это выглядит просто реально Как битва между добром и злом Ааа, класс! Как будто наступает апокалипсис И, блин, лунное затмение Все здорово, реально очень здорово Используем все бонусы Пам-пам Ууууууууууууууууууууууууу Че, статуя так быстро сломалась? Че, серьезно? Ааа, вот оно что! Эй, я раньше времени, получается, использовал бонус в никуда? Что происходит, друзья? Офигеть! Супертитан! Супергигант! И мои бонусы просто-напросто закончили свое действие, пока... Чего, серьезно? Пока я смотрел заставку, это же нечестная игра Это подстава какая-то Игра лепит подставу, так нельзя Так игра, не поступают нормальные игры Где все мои лучники? Почему он только один? Или они все одновременно просто стреляют? Да, они походу стреляют все одновременно Они все находятся в одном стикмане, это забавно Ну что ж, строим войска для защиты Иначе не получится Хотя этот титан и так не может пробить моих капьетонов Мы запросто уровень пройдем Не, на изи, на изи, на изи Хорошо, что я собрал большое войско Если бы мое войско было маленьким, то я бы мог проиграть этому титану Он мог бы сразу всех убить Но благодаря большим войскам, опять же, он будет повержен Ах, ну это было эпично, друзья Это было реально красиво, эпично Бежит капьетон, и он нанесет последний удар? Или как это будет выглядеть? Надо нажимать быстро Ха! Давай! Ха-ха, классно! Супер, это эфик, прям как God of War Как будто сам Кратос прибежал и завершил мною начатое Классно Жаль, что у игры нету продолжения, друзья Жаль, что у игры нету продолжения Прошел я на обычной сложности за час всего И получил очень много алмазиков, чтобы можно было пройти еще раз Но в этом нет никакого смысла Ну а с вами был Перпетум или же Александр Большое спасибо за внимание, друзья До новых встреч Всем удачи, всем пока Пока Пока